Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Наталья, и я очень рада, что вы зашли ко мне на канал. У нас стоит прекрасная погода, второй день, светит солнце и достаточно тепло. Я проживаю во Владимирской области. Сегодня 11 октября, и я хочу показать вам свой сад и огород, что у меня вообще происходит. На этой клумбочке я практически привела уже все в порядок. Вот такой барбарис у меня здесь, Golden Rocket. Красавец. Почвопокровнички. Вот здесь даже пытается цвести флокс шиловидный. А здесь старается и трудится моя гвоздика китайская, которой я вырастила семян. Это просто какой-то невероятно красивый цветок. Я попробую его сохранить зимой, может быть, как-то закрою. Ну, не знаю, еще пока не думала. Барбарис Golden Ring во всей своей красе. Конечно, вот здесь уже пошла мучнистая роса немного, но я, конечно, обработку делала. Но уже осень-осень. Чего? Вот такой красавец. Радует меня своей листвой золотой осенью. Здесь ничего, здесь уже все практически удалила. Только остался у меня Алисум. Посмотрите, какой он красавец. Никто его сейчас не ест. И в сочетании с елочкой-коникой, конечно, она еще маленькая, они в паре смотрятся прекрасно. Конечно, осень это для Алисума радость и счастье. Также продолжает цвести лопчатка. Посмотрите, какая она красавица. Это нероскорослый кустик. Он у меня уже растет третий сезон. Под осень стричь не стала, а скорректирую его весной. Посмотрите, какие у него красивые листочки. Если не ошибаюсь, то он называется пенепл. Вот такая вот здесь лопчатка. Ну, красавица, что ни говори. Очень она такая необычная. Смотрите, цветет лобелия из семян, которая сама уже насеялась. И вот здесь барбарис пау-вау и спирейка. Удалила я уже свой георгин, положила его на сушку. И вот здесь, конечно, весь хочет окмоя видный, весь повалился. Конечно, вовремя я его не подвязала. Он прям стоял гагальком. А тут вдруг решил прям навалиться на мою гортензию Early Sensation. Смотрите, какая она красотка. Ни одного цветочка у нее не покоричневело. Стоит такая яркая, красивая, воздушная. Вообще прям очень мне нравится эта гортензия. Прям очень рада, что я ее приобрела. Она прям здесь, к месту. На этой клумбе я тоже уже начала все обделывать. Посмотрите на этого красанца. Это барбарис Orange Dream. Мне очень нравятся его необычные листочки. Посмотрите, они такие узкие, длинные. Вот камера так не передает. Он на солнышке просто огненно-красный. У него еще и веточки красные, не только листочки. А здесь я его посадила. Прям здесь мне очень нравится, как он смотрится. Подстригла хосты. И вот здесь еще один из моих любимцев. Это барбарис Red Lady. У него листочки такие темные-темные. Прям почти черные. Посмотрите, с какими-то красными проблесками такими. Очень глянцевый и красивый. Барбарис раскидистый, но он такой невысокий. Здесь с зеленой подушечкой Абриетта смотрится прекрасно. Вот еще здесь один красавец. Это барбарис Concorde. Он вот такой тоже темный, но он карликовый. Очень красивый барбарис. Еще один мой любимец. Это Helmand Pilar. Это барбарис колоновидный. С очень красивой листкой. Посмотрите, она какая яркая. На солнышке прям светится. Очень красивый барбарис. Колоновидный. У кого нет такого, обязательно посадите. Просто красавец. Я вот просто советую. Очень красивый барбарисик. Ну и здесь, конечно же, моя Аурея. С этой стороны она не такая красивая, как вот с той стороны. Когда попадает на нее солнышко, я тоже начала немножко заболевать. Посмотрите, листочки. Хотя обработки я делала. Вот, посмотрите, ягодки уже висят. Вот такая здесь у меня красотка. Гвоздичка этой из виолы продолжает трудиться. Вот такая вот трудяшка. А вот розовенькая уже все отцвела. Ну, пусть такие нарастили красивые. Туя Даника наконец-то пришла в себя. Ее очень сильно поломало снегом. Но ничего, она отошла. В этом сезоне обязательно свяжу, чтобы ее так не поломало. Ну, здесь зелень зелень зеленая. Здесь моя сосенка. Растет она уже больше девяти лет у меня. Вот такая малышка до сих пор. В сочетании с самшитом, мне кажется, смотрите, какое красивое. Просто зелень зеленая. Зато медуница в этом году не радует. Листва у нее почему-то мелкая. Хотя здесь всегда было прям много ее. Ну, вот ауре, как я и говорила. Посмотрите, падает солнышко красотка. Здесь мои почвопокровнички. Что-то как-то начали желтеть. И вот здесь не удалила вот эту красоту. Решила себя порадовать. Оставила яркое солнышко Гацани. Вот так она открылась на солнышке. Красотка рядом со спирейкой серой. Очень хорошо смотрится. Вот здесь моя любимая гехера. Я не знаю, конечно, как она называется. И цвет так не передает. Камера она прямо такого свекольного-свекольного цвета. Рядом с почвопокровничками. А здесь еще один барбарис. На который называется Чикито. С очень красивой листкой. С твой ярко-ярко-красной. Желтая окантовка. Он тоже колоновидный. Я его посадила сюда специально. Потому что он колоновидный. И Хельмонт Пиларе. Когда они будут такие в паре. Мне кажется, будет смотреться просто шикарно. Продолжает цвести Вероника. Нужно бы, конечно, обрезать. Но займусь прям. Вот прям не сегодня, а завтра точно доделаю. Потому что делаю очень много. А сегодня был, кстати, сильный заморозок. И вот все оставшееся, то, что росло однолетнее, все, конечно, погубило. Новиночка, которую я посадила в этом году, это Сильвер Доллар. Не знаю, конечно, он это или не он. Пока непонятно. Покупала осенью. Но на следующий год посмотрим, что получится. Я надеюсь, что будет то, что я посадила. Перисклетик. Буду прикрывать. В том году прекрасно у меня он перезимовал. Под укрытием вместе здесь с лавандочкой. Надеюсь, что и сохраню в этом году. А вот в регатной у меня, конечно, думала, что пропал. Но тут стала я разбираться в своем цветнике. И увидела, что у меня живой росточек. Сейчас покажу вот такой вот маленький. Тоже буду укрывать и сохранять. Потому что я очень люблю берисклеты. Особенно в регатной смотрится просто шикарно. Очень красивый. Вот такая вот у меня здесь клумба. Даника моя. Тоже растет много уже лет на этом месте. Очень красиво здесь с почвопокровничками смотрится. Красоточка. Смотрите, ванилов райс. Малышка совсем. Смотрите, ни одного коричневого цветочка. Вот этот яркий-яркий красный. Здесь тоже уже начинает розоветь. Такой красивый окрас приняла она. А вот здесь еще, конечно, беленькая такая. Ничего, все равно красотка. Я надеюсь, что она вырастет большая и прикроет соседский сарай. А вот эту гортензию Summer Snow. Она очень красивая. Посмотрите, ни одной розовинки на ней нет. Но единственное, вот здесь коричневело чуть-чуть. Я думаю, что ее отсюда буду убирать. Низка она здесь, я думаю, будет. Мне тоже нужно сюда высокую. Что-нибудь придумаю. Думаю, я уберу другое место. Сюда посажу высокую, чтобы здесь декорировать соседский забор. Просто, чтобы не видно ничего было. Подумаю. Покоричневело весь Skyfall. Ну, вот тут вот только нижние остались. А так весь коричневый. Посмотрите, какая малышка. Прям малышка-малышка. А такие огромные шапки в этом году дала. Просто огромные. Ну, вот прям вот прелесть. Не гортензия, а прелесть. Очень ее люблю. Здесь у меня неизвестная гортензия. Но мне написали, что это Vimps Red. Будем считать, что это она. Смотрите, вся покоричневела. Конечно, ну, жалко. Такая воздушная, красивая была. Но ничего. Бобо старается вовсю. Вот такая. Одна шляпа огромная. Остальные, посмотрите. Бутоны выпустила. Но они уже, конечно же, не успеют зацвести. И, ну, ничего, я думаю, что на следующий будет все хорошо. Полиусы я все удалила. Остались только спирейки у меня. Друзья, наконец-то мы поменяли поликарбонат на теплице. Я уже показывала, что был уже вес никакой. Поэтому все поменяли. Я очень рада. Навела порядок здесь в своем импровизированном розарии. Обрезала на этом розарии все листочки. Вот оставила только бутончики. Буду готовить скоро розы к зиме. Вот одно. Тот розарий, которым я уже практически обрезала листья. В остальных еще пока не начинала. Укрывать буду позже. Потому что еще рано. И вымахали. Это не безымянная такая, но красивая. Зато у меня что творится в теплице, друзья, это просто нечто. Выкопала кал, канны. Они у меня здесь поделились. Я их положила посушить. Скоро буду убирать. Вот тут лежат у меня также ацидантера. Сушатся. Вот такие уже клубни. Наросли. Покупала две штучки или три. Уже не помню. Посмотрите. За второй год уже она у меня. И вот такая уже здесь у меня. И здесь еще луковичная тоже, которую я буду убирать оранжевеньким цветом. К сожалению, не знаю. Каллы тоже. Все на просушке. Смотрите, какие-то вот такие клубенечки отделились. Разные они у меня тут и побольше, и поменьше. Ну, сейчас посушится. Вот такой огромный клубень. Посушится и буду убирать. Георгинчик мой для патиум. Уже три года. Посмотрите, вообще не нарастает. Вот такие клубенечки. Очень мне нравится этот георгин. Вот тут у меня, конечно, еще вообще целый завал. Здесь на передержке стоят цветы. Здесь у меня еще черенки, которые пойдут в прикоп. Вот лопчатка непальская у меня. Вот такой отделился. Чисто случайно. Жалко было выбрасывать прикоп. И гортензия у меня здесь тоже пойдет в прикоп. И здесь возможные череночки, которые мне понадобятся. Вот лопчатку свою почеренковала красавицу. И стимьян здесь у меня. Самшит. В общем, всякой всячины у меня. Немножко здесь. Ой, красивая была ананасовая мята. Открасили теплицу. Посмотрите, ей накапали. Ну ладно, ничего страшного. И здесь пучу покровнички. Вот такая у меня здесь, да. Дела деловские. Также все свои фигуры занесла. Все на зиму. Все хватит. Потому что сейчас пойдут дожди. Я убрала их, пока они сухие. Здесь они будут храниться до весны. И деревянные фигуры, и пластиковые. В общем, все здесь у меня стоит. Как есть. Также здесь беконни на просушке у меня клубнивые. Вот так стоят. Осталось чуть-чуть. Скоро их тоже унесу в подпол на зимовку. Такое богатство у меня здесь, друзья. Также кадочки свои деревянные, которые вот стоят у меня вдоль дорожки. Я вам всегда их показываю. Вот здесь стоят. Тоже до весны. Моя красавица штамба. Штамбовая фукси. Смотрите, какая красотка. Тоже буду убирать на хранение. Первый год буду хранить функцию фукси на штамбе. И вот здесь еще у меня стоят фукси, которые половину предпадет. Вот что-то на подоконник. Цветет альбион. У меня здесь два кустика клубнички ремонтантной. Вот так здесь их и оставлю. Тоже прикрою на зиму. Начала перекапывать грядки. А вот здесь у меня такой вот тоже бардак. Нужно собрать еще кабачки. Еще не все собрала. Вот морозом, посмотрите, листочки все сегодня побила. А кабачки еще лежат. Нужно срезать и что-то с ними сделать. На все не хватает рук. Здесь у меня еще одна клумба. Здесь горты, извиняюсь, клематисы, розочку нужно отвязать, чтобы она немножко привыкла. И когда будем укладывать, она не поломалась. Ой, все нужно делать. Срезала хоста здесь по краю на яблони. Ну, посмотрите, только вымела листво. Опять целая куча листвы нужно сгребать. И посмотрите, я покажу вам, какую красоту. У меня растет на участке флокс. К сожалению, название я его не знаю. Но он только еще начинает зацветать. Я думала, что он как-то в том году припозднился. Но нет, это оказывается такой поздний сорт. К сожалению, название не знаю. Только еще начинает зацветать. Хризантема немножко развалила ветром. У меня хризантемы самые-самые обычные. Обычно я их что-то подвязываю в этом году. Что-то как-то, я не знаю, даже стояли легальком. И что-то пошло не так. Здесь розочка еще не обрезала листочки. Это у меня виолет парфюм. Мощная очень роза с ароматом вкусным, таким приятным. Здесь еще одна хризантемка. Вот такая ранняя. Она обычной ромашкой. Уже начала цветать, коричневеть. У меня самые обычные. Здесь убрала Тайдала. И вот здесь, красавица, еще одна хризантемка. Хризантемка тоже самая-самая обычная, но очень-очень красивая. Растут они у меня здесь со стильбами. А стильб я еще не срезала, еще рух не дошли до этих пломб. Вот тут ромашка еще одна. Простенькая, но очень-очень красивая. Хочется у меня еще других хризантем. Ну, пока не срезала дельфинем. Вообще в этой пломбе еще пока порядка нет. Доцветает клемматис. Очень красивый. Он такой полосатый был. Ну, сейчас просто такой ярко-розовый. Такие цветочки единичные. На клемматисы на зиму не срезают. Обрезаю их весной. Вот такой амарант огромный у меня здесь вырос. Многие уже удалила. Остался здесь один. Тоже его в ближайшее время удалю, когда буду наводить порядок на этой клумбе. Рядом с качелями у меня здесь. И беседкой. Такая клумба. В зоне гаража еще пока ничего не убирала. Вырвала только однолетники. Вот здесь перекопала. Розочкам еще не обрезала листочки. В ближайшее время этим займусь. Вот здесь лавандочку подсадила. Это то, которое я села в этом сезоне. Это беленькая должна быть. Надеюсь, что перезимует. На следующий год зацветет. Ну вот, розочки у меня, в принципе, здесь обработаны. Осталось обрезать листочки и потом их обрезать и сделать им укрытие. Здесь у меня небольшая такая арабатка. В основном здесь растут розы. Разные парковые и обычные розочки. Флорибунды. Ранний пион. Тоже еще не обрезала. И клематис, который я пускаю по сетке. Самый-самый обычный. Цветет еще до сих пор. Здесь два клематиса. В одной посадочной яме у меня посажены. И я хочу, чтобы они завивали просто соседский забор. Здесь моя розочка из пятерочки, которая растет у меня уже не один сезон. И я вам в обзорах ее показываю. Вот такая красотка. Красивого, нежного, розового цвета. Ну вот здесь у меня так. Удалила только однолетники. Пока еще, в принципе, особо ничего не делала. Но нужно, нужно торопиться. В зоне колодца тоже все удалила. Здесь остался только гипоэстас. Посмотрите, цветет мороз. Ему был сегодня нипочем. Стоит и радует твоей красной листвой. А еще, друзья, у меня вот такая радость. Смотрите, у меня Андрей построил новый сарай. Наконец-то, наконец-то у нас теперь будет красота. Просто я всегда обхожу стороной то место, где у нас, когда мы приехали в дом, стоит старый-старый сарай. И вот, наконец-то, мы сделали новое. Обязательно уберем. Пока не знаем, что здесь будет, еще подумаем. Ну, хотя бы не будет этого сынария у нас на участке. Опустела моя дорожка без кадок. Ну, ничего. Остались тут пеларгонии. Беру. Так, все. Все уже навела. Везде порядок убрала. Вот такая золотая осень у меня в саду в октябре. Конечно, дел у меня еще много. Хочется успеть, пока нет дождей. Ну, так, пока как-то так. Делаю все. Всем спасибо, друзья, за просмотр. За лайки, за комментарии. До следующих видео на моем канале. До скорых встреч. До встречи. Продолжение следует...